Мы находимся на улице Революции 1905 года, 2012. В обычные дни температура не поднимается здесь выше 18 градусов, но сегодня здесь целых 28. А всё возможно из-за того, что буквально на днях дом проверяла Большая комиссия по инициативе Народного фронта. Во время недавних заморозков температура в квартире Любови Анатольевны опустилась до 14 градусов. Но как только появляется проверяющая от управляющей компании, температура резко поднимается до нормальных значений. Правда, с оговоркой. Вы сейчас сами потрогали батареи, все кипятошные. И это в течение того, когда у нас бывает комиссия. А раз комиссия ушла, ты же второй раз в этот день не вызовешь, на тебе температуру 17 градусов. Температурные аномалии начались в 2019-м, но усугубились после капремонта, который провели в 2020-м. Больше всего вопросов было к межпанельным швам. Проверка муниципальной жилинспекции подтвердила подозрения. Теплопотери из-за швов составляли от 2 до 11 градусов. После выехала еще одна комиссия, но и тут не обошлось без нюанса. Эта комиссия приезжала. Вскрытие фасадных швов показало, что фасадные швы были сделаны по технологии. Но мы там не присутствовали, к сожалению. Эти данные я могу сейчас транслировать, исходя из документов, которые нам предоставил фонд капитального ремонта. Версию о некачественных швах подтверждают обои на кухне. В этом месте как раз проходят межпанельные швы. Но управляющая компания нашла для пенсионерки еще одну возможную причину. Одна из причин холода в квартире, по мнению управляющей компании, это отсутствие специальных зимних ставок на окнах, из-за которых могут идти теплопотери. Проводя сейчас рукой около окон, могу сказать, что не дует. Цветы цветут. В управляющей компании проблему с температурой не отрицают, но пеняют на теплораспределяющее оборудование в доме. При этом в ходе капремонта его также заменили. А из-за чего температура находилась ниже норматива? Выясняли? Вы имеете это в квартирах? Да, непосредственно в квартирах. Ну, параметры были недостаточные. Ну, комплекс, как сказать, потому что не мы же только проводим, а свою регулировку производят. И ТКК-14 на своих сетях регулировку. Это тоже отражается на параметрах в домах. Я бы не сказал бы, что жители стали чаще жаловаться после проведенного капитального ремонта. То есть эта проблема была всегда? Да. Недавний рейд ОНФ не выявил никаких температурных нарушений. Ни в квартирах, ни в элеваторном узле. Ну, понятно, что люди были подготовлены, знали о том, что мы приедем. Вполне вероятно, что, может быть, это были искусственные показатели, опять-таки предполагая это, да? Но, исходя из того, что жители на это и жаловались, что показатели доводят до искусств норм, потом так же вот они быстро и падают, и снижаются. Финальное слово скажет прокуратура. После рейда общественники направили запрос надзорный орган с просьбой, как следует проверить дом и выяснить, почему жители мерзнут. Ну, а мы продолжим следить за ситуацией. Дорж Себеданов, Ренчин Павлов, телекомпания АТВ. Дорж Себеданов, Ренчин Павлов.